Вот Ильхам Алиев, человек 20 лет, 20 лишним лет прожил в Москве, закончил МГИМО, учился в аспирантуре, преподавал МГИМО. Вице-президент, его жена, значит, закончила Сеченовский, тоже прожила в Москве 15-20 лет. Их дочь, по-моему, родилась в Москве, Лейла. Поэтому я русский язык в Баку слышу, в Москве уже это достаточно большая проблема для меня. А что вы делаете в Азербайджане? Можно поинтересоваться, ну, в той плоскости, в которой вы готовы об этом рассказать? Я был гостем, я был гостем на параде победы, я поздравлял азербайджанский народ с восстановлением суверенитета. Я считаю, что суверенитет, восстановление Азербайджану суверенитета без санкций внешних каких-то держав, без санкций Москвы, Вашингтона, Парижа или Лондона – это выдающееся событие. Это реально шаг антиглобалистского мира, выстраивания иного мира, антиимпериалистического. Это мало кто понимает, это, может быть, даже не все азербайджанцы так это видят и так это понимают. Но азербайджанский народ реально выросло поколение людей, которые рвались в бой за освобождение своей родины. Я был в русском селе Ивановка, это прекрасное русское село, где живут Духоборы, Малакани. Это село обожает весь Азербайджан. Там живет 2600 человек, они живут прекрасно, у них колхоз, сам Гейдар Олимфан сказал, «Вот у нас колхозной собственности нет, а вот русским мы специально просим вас сохранить колхозную собственность». В войне из Ивановки погиб один парень. Духоборы давно уже служат в армии, они в советской армии служили, и в азербайджанской армии служили, в чем добровольцы. Он погиб последний день, 6 человек были ранены. И вообще очень много русских ребят, ну это христиане просто русские, они воевали и погибшие были тоже в этих боях за целостность Азербайджана. Поэтому те, кто пытаются представить эту войну как войну между мусульманами и христианами, по меньшей мере лгут, по меньшей мере сознательно, точнее так, по меньшей мере некомпетентны, а по большей мере сознательно лгут. Ну смотрите, ведь Путин тоже говорил сегодня про Нагорный Карабах, он сказал фразу, которая мне показалась, мне есть некоторая противоречия, он сказал, что статус Карабаха должен остаться неизменным. Да, это понятно, но решаться будет в будущем, вот это что значит, и что мы получим в будущем. То есть это история, которую, ну как это изнутри воспринимается по настроению, потому что люди говорят. Я думаю, это шантаж, это воспринимается, люди просто в шоке от такой позиции России, они в шоке от совместных видео, которые там в обнимку российские военные с армянскими боевиками просто, значит, постят. Ну не российские военные, они просто там снимают, ну те, кто говорят Нагорный Карабах будет армянским. И он стоит в обнимку с российским офицером, и тот смущен, говорит, ну я так не совсем считаю, но как разница, уже в инстаграм пошло такое видео. Понимаете? И это в Азербайджане, конечно, воспринимается со знаком вопроса большим. Потому что если Путин до этого сказал, что Нагорный Карабах это Азербайджан и точка, сейчас вы выясняете, что какие-то нюансы появились. Тут нюансы, там нюансы. Тут в Азербайджане говорят, что Россия паспорта начала выдавать, значит, армянам в Нагорном Карабахе российские, по типу Южной Осетии. Правда это или неправда? Вот этот надо было бы вопрос Путину задать. А правда, что армянам в Нагорном Карабахе начали выдавать российские паспорта? Если это так, то, на мой взгляд, это просто преступление те, кто это делает. Потому что ссорить Россию с Азербайджаном, который является самым пророссийским государством на постсоветском пространстве, несмотря на свои теснейшие связи, естественные с Турцией, например, это просто действие против государственной безопасности и стратегических интересов Российской Федерации. Если Путин говорит, что эта территория Азербайджана вся, полностью, долочина, и там нет никаких других субъектов.